Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара MS1. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хотелось бы обратиться к тем, кто смотрит мои видео, но не подписывается на канал. Подпишитесь, пожалуйста, нажмите маленькую кнопочку подписки, вы сделаете огромный вклад в развитие моего канала, а для вас эта подписка ровным счетом ничего не стоит. Как показывает статистика YouTube, только 7% постоянных зрителей моего видео являются подписчиками моего канала. Остальные же продолжают смотреть видосы, но не подписываются. Ребятки, для вас это не сложно, для меня приятно, ну и, соответственно, огромная ваша помощь и вклад в развитие моего канала. Заранее вам большое спасибо. Итак, MS1. Что за машинка такая? Я ее получил абсолютно халявно, я ее не покупал, я не помню, честно говоря, как она у меня появилась, и, честно говоря, я не понимаю ажиотажа по поводу данной машинки, в принципе, среди игроков и любителей. Ну да, как для коллекции, чисто вот так вот красивенько стоять в ангаре, какая-нибудь старая техника, ну, такое ощущение, как будто бы зашел в музей какой-нибудь там военный, и смотришь на то, как это было много лет назад, когда тебя еще не было даже в планах у кого-то. Ну и, соответственно, такое, знаете, вот просто посмотреть на старину. Ну, для меня не более того. Я, честно говоря, снимаю данный обзор исключительно потому, что неоднократно слышал просьбы по поводу того, чтобы я это сделал. Опять-таки, не понимаю абсолютно на данный момент, зачем нужен обзор на данный танчик, но да ладно. Я не играю на этом танчике, я могу показать статистику по данному танку, и вот результат. МС-1 в списке, вот он, пожалуйста. Четыре боя я на нем сыграл. Четыре. Это я просто зашел, вот от нефиг делать, пободался там, что-то пострелял, вышел, и на этом все. То есть, в принципе, я это сделал тогда, когда танчик у меня появился, и не более того. Я задался вопросом изначально, почему такой интерес к этой машинке. Я думал изначально, что это какая-то шутка, юмор, там, сарказм по поводу того, что сними на МС-1 обзор. На одном из стримов там несколько раз прозвучало. Ну и, соответственно, подумал, что это, типа, подкалывают ребята. Мол, снимаешь постоянно десятки, снимаешь девятки, снимаешь премчики какие-то. А ты возьми, да сними там танчик какого-нибудь там нижнего уровня, там, совсем глубокой песочницы. Но нет, ребят, поскольку это прозвучало на нескольких стримах, и после этого у меня появился интерес действительно выкатить эту машинку и посмотреть, может, я что-то не понимаю. Ну и, в конце концов, сделать приятно тем, кто просил этого обзора. Я зашел в технические характеристики танка, как обычно, посмотрел исключительно на пушку, думаю, все остальное я заценю в бою, да. Но я не понял, честно говоря, потому что, допустим, вот показатели пушки 51 и 55, то есть пробитие 51, урон 55, это, в принципе, столько же, сколько и у других танков на втором уровне обычных прокачиваемых веток. Думаю, может, время перезарядки людей подкупает? 4,74? Да нет, ну, в принципе, то же самое, что и у других танчиков. Думаю, ну, ладно, окей, копну немножко поглубже, посмотрю на бронирование, может, он просто типа бронелобый, прям совсем для второго уровня. Смотрю, 25, 25, 18, 16. Открываю ради интереса БТ-2, второй уровень прокачиваемый в ветке Советского Союза. Ребят, у того 35, 30, и вот здесь 25, 20, то есть и броня получается, что у БТ-шки лучше. Но я не понимаю, ребят, вот серьезно не понимаю, для того, чтобы понять, погнали в бой и посмотрим, что эта машинка покажет мне сейчас. Вообще, в принципе, я неоднократно встречал, и ребята говорили, что, ну, как я понимаю, машинку МС-1 все расшифровывают как машина смерти. То есть, либо она была в истории танкостроения, реальной истории танкостроения под названием Машина Смерти-1, то ли это прозвище этой машинки. Кто знает, напишите ответ в комментариях, как правильно, то есть откуда взялась вот эта вот машина смерти, это исключительно придумано игроками, или это отсылка к истории реальной техники в реальной истории человечества. Что же касается моего предположения, что это все-таки придумали сами игроки, то здесь я задался вопросом, почему машинки могли дать такое прозвище. То ли машина смерти, потому что ты реально нагибаешь и делаешь это жестко, да, и там прям все в бою тебя боятся, то ли машина смерти, потому что ты на ней постоянно вздыхаешь, ну и, соответственно, это твоя машина смерти, знаете, как у разведчиков есть капсула смерти. Но пока не знаю, вот сейчас закатился, давайте сразу попытаемся сделать такой типичный обзор, который я всегда делаю, ну и начнем заценивать частями. Первое, подвижность. Для машинки второго уровня подвижности, конечно, немножко не хватает, потому что вот 10ТП, он, мне кажется, двигается все-таки немножко пободрее, особенно пободрее он откатывается назад. То есть, в принципе, сравнивая с другими машинками, есть в этой машинке недостатки. Что касается там поворотов вправо-влево, ну, я так понимаю, что вот эти повороты вправо-влево, ну, вот меня, в принципе, и разнесли, даже ни одного фрага сделать не смог. В принципе, для этой машинки мансить вот это вот вправо-влево, я так понял, что толку вообще никакого не имеет, ее все равно пробивают все, кому не лень, везде, куда только получится. То есть, ну, бьется все. Бьется и, как я понимаю, и спереди, и сбоку, и явно вот эта вот кепка на голове, которая... Да, вон она пробитая, то есть, я так понимаю, что выцеливается она, когда играешь где-то от холмов. Пушечка, ну, я бы не сказал, что она прям какая-то там мне показалась уронная. Ну, пушка, да и пушка. Но, ребят, вы, конечно, меня простите, поправьте в комментариях. Я пока не понимаю, с чего такой ажиотаж. Я сейчас дождусь обязательно окончания боя, закочусь обязательно во вторую катку. Может, на ней не надо лезть на рожон, может, просто надо на ней как-то отрыгрывать издалека. Ну, пока не знаю. Пока не знаю. Я думал, что она должна что-то как-то там прям вот принести на блюдечке, когда ты вот так вот заедешь, раз уж это машина смерти, и тупо начнешь наваливать всем, с кем ты только сможешь столкнуться и с противником лоб в лоб. Давай, ПЗ-шка, С-35. Молодец, что не сдается. Обожаю игроков, которые борются до последнего, стоят до последнего. И очень сильно не люблю, и мне как-то вообще аж грустненько наблюдать, когда начинают становиться, поднимать кушку. Надо было ПЗ-шке не откатываться. Все-таки из-за камешка надо было стоять и ПЗ принимать лоб в лоб. Это был бы хоть какой-то шанс. Но если он сейчас еще и затащит, ну, я прям вот вообще буду улыбаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Жаль, что не пробить. Я обязательно досмотрю этот бой до конца, не буду перематывать. Жаль. Но ПЗ-шка молодец. Он все-таки молодец. Он умничка. Итак, ребят. Я не знаю, может фарм? Ну, вот пока для меня вообще непонятно. Но даже слов нет объяснить, насколько мне непонятно, почему такой интерес к этой машине. Ну, фарм. Не знаю, может для второго уровня это и фарм. Ну, результативность. Ну, третье место в команде. Несущественно, как бы я там особо слил. Ну, окей, хорошо. Может я лошара, может я зашел как-то сильно борзо в бой. Давай еще, ну, попробуем как-то издалека может поиграть на этой машинке. Может она просто супер точная, эта машинка. Может у нее там какие-то супер характеристики для игры на дистанции. И ты можешь выступать таким себе танком поддержки. Хотя вроде бы ЛТ-шка. Ну, такое, честно говоря, не совсем для меня понятное. Вроде бы ЛТ это танк такой, который прям вот залетел и начал всем размахивать в ближнем бою. Крутить там, я не знаю, и разносить уроном частым по выстрелам. Ну, частые, не частые, такие же, как у всех выстрелы. Скорости, подвижности нет, чтобы прям куда-то закатиться и начать там наводить шорох в рядах врагов. Ну, не знаю, ребят. Фух, ребят, ну слава богу. По-моему, я раскусил. В чем прикол этой машинки. Она позволяет вам иногда сидеть и ожидать практически по 3 минуты того, чтобы вас хоть куда-нибудь забросило. Но, понятное дело, что шучу. Ну, ребятки, смотрите, я, честно говоря, все равно, вот, ну, совсем не понимаю прикола данной машинки. Я сейчас отыграю этот бой, попытаюсь отыграть его на каком-то плюс-минус расстоянии. Не буду там ехать вот с ребятами куда-то на прорыв. Постою как-то там издалека, что-то там попытаюсь сделать. Я не думаю, что это изменит существенно мое отношение к данной машинке и мое восприятие данной машинки. Все-таки, если рассматривать мое субъективное мнение, то, как на меня, то пофаниться в песочнице можно и на других машинках. И есть что-нибудь поярче даже среди прокачиваемых танчиков. Что же касается конкретно МС-1. Ребят, если вы в курсе по поводу того, чем эта машинка является настолько примечательной, что вокруг нее столько ажиотажа идет, я вам буду только благодарен, если вы это кратенько, либо максимально не кратенько. Ну, вот он МС-1, отвлекусь на секунду. В прицеле. Да, вот, кстати, ну, сведение вопросов нет. Сведение у данного танчика просто бомбезное. То есть оно реально завораживает. Если бы такое сведение было на бабахе, ну, у меня бы, наверное, были от счастья мокрые штаны. Итак, заканчивая мысль, если кто-то понимает прикол этой машинки, то есть если кто-то понимает, за что ее вот так вот прям вспоминают часто, и, соответственно, о ней говорят, и чем она так вызывает ажиотаж, пожалуйста, напишите в комментариях, расскажите мне, объясните, возможно, не только мне, но и другим игрокам, которые тоже хотят знать, с чего она такая прям, ну, бомбическая. Я пока, честно говоря, не знаю, ну, вот прям совсем. Ну, как на меня, так просто, ну, есть, да и есть, ну, катается, да и катается. Ну, песочница. Вот и всё. Брони у нее нет, как на меня, урона у нее особого какого-то выдающегося нет. Ну, не знаю, вот как-то у нее вот всё как у всех, только и того, что она, ну да, красивая, вопросов нет. То есть во всех вот этих вот приколов с мешками и касками, ну, симпатичная машинка, с этим не поспоришь. Итак, смотрим мы на результат нашей победы. Давайте заценим себя, я бы сказал, вот здесь вот сразу, сравнивая себя с командой. Ну, опять 463 урона, да, два фрага, но я не могу сказать, что это я их разобрал. Тот же самый ПЗ-3, он накосил 1100, ПЗ-3 еще один, 6, ну, 682. БТ-2 накосил не намного меньше, чем я. То есть, в принципе, БТ-2 проходная машинка второго уровня Советского Союза. Вот вам, пожалуйста, результат. Не знаю, ребят, не знаю. Слушайте, ну, вот, давайте так. Меня попросили сделать обзор. Я его сделал. Я выехал на данной машинке, отыграл дополнительно два боя. До этого играл четыре боя, сейчас суммарно шесть боев на этой машинке. Я не прокусил абсолютно. Вот, ребят, это, знаете, это вот как с оливками или устрицами, да. Кто-то рассказывает, что это самое вкусное, что только может быть. А другие говорят, что я вообще не понимаю, ну, вот, в чем прикол. А третьи говорят, я вообще не понимаю, как это можно есть. Вот для меня что-то среднее. Я не понимаю, в чем прикол. Кто знает, опишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а от меня большое вам спасибо за подписку на канал. Большое спасибо за лайки, за просмотры. Ну, и пишите свои комментарии, я с удовольствием их почитаю. Возможно, я смогу понять, в чем интерес к этой машинке, после того, как вы попытаетесь мне это объяснить. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, я всегда буду рад видеть вас. Всех благ, всего хорошего. Фантис, вне зависимости от того, где вы, в десятках или в песочнице. Всех благ, всего хорошего. Ну, и, как обычно, мира вам. Продолжение следует... Продолжение следует...